Начал говорить о том, что, так сказать, реально в Египте происходит сдача братьям-мусульманам. Привожу факты. Начинается высказывание. Ах, вы говорите, что какая-то рука там тянется забугорная куда-то. Ах, вы говорите, что вы не понимаете, что у американцев есть потаённые мотивы. Ах, вы говорите, что там, так сказать, эти американцы, у них стоят за спиной киснуть. Я говорю, ничего такого не говорю. Я на этих языках с вами разговаривать не буду. Потому что вы не настолько идиоты, чтобы не понять, что есть другой язык. И я требую, чтобы вы на нём говорили. И внутри этого языка есть слово поддержка. Поддержка. Вы говорите, что поддержки этой нет? Был там такой фигурант, который сказал, смешно говорить, что они оказывали поддержку. О, наконец-то ты сказал слово поддержка. Финансовая поддержка. Есть, Сорос сказал, что она есть, информационная поддержка есть, в Ливии силовая поддержка есть. Десять видов поддержки они оказали. Десять видов. Мы не конспирологи. Мы всё это понимаем конкретно. Там есть такой господин Шарп, который с 83-го года работает на так называемом моральном сопротивлении, моральном устрашении. Изучал для этого Ганди, изучал всё остальное. Работал сначала первые гранды, получал на то, чтобы противостоять в 83-м году возможному введению войск Варшавского договора в те или иные страны. Потом работал в Бирме вместе с ЦРУшниками. Потом наблюдал я его подробно, этого Шарпа в Прибалтике, в Вильнюсе. Когда военным способом, совершенно неадекватным, попытались противодействовать преступным действиям по разрушению Советского Союза, вопреки референдуму. И тогда этот Шарп там был главной фигурой. Он про всё знал, ему всё говорили, все планы были уже известны. Он в Швеции за две недели до этого ввода войск ввёл полный тренинг Сайюдиса и других сил. Он был официальным советником Сайюдиса. Это конкретный человек, руководитель конкретного института Альберта Эйнштейна, с очень богатой биографией, ЦРУшной, армейской и прочей. Все его знают. Потом он привёз для этого морального противодействия и устрашения в Вильнюс, свою группу. Она включала снайперов, как главный фактор чисто морального устрашения. Потом это всё признали люди, которые ввели это моральное устрашение, в том числе снайперской огнём с крыш. Потом он работал в Сербии с движением отпор. Теперь он работает по всему Ближнему Востоку или по этому большому региону Исламской Дуги. У него работа выше крыши. Я же не говорю, что он один работает. Вы только мне дурочку не стройте, что Сорос бабки не платит. Что вы оружие туда не поставляете. Вы посмотрите, какое оружие у этих мирных ливийских повстанцев антикаддафилских. У них оружие лучше, чем у Каддафи. Оно свеженькое. Субтитры создавал DimaTorzok